Девочки, еще раз, вот у вас два воротника, как вы сегодня перебили. Эти детали вот таким образом укладываются на всю сложную ткань, заливая по середине воротника проходят. Уложили. Причем вот здесь написано, без запасов нашли. Но к нему что еще? То есть две детали, на двое сложную ткань. К нему что еще написано? Плюс косая бейка шириной 3-4 см, длина равна длине линии отлета плюс 5 см. То есть измерили плюс 5 см. Так как мы выкраиваем без запасов нашли, потому что мы будем двойной косой бейкой оконтовывать эти срезы, то как исключение вы можете сразу сложить ткань изнанка с изнанкой. И потом вырезать по контуру. Все, у вас все готово. Выкройку откалывать не надо. А здесь запасы нашли, посмотрите, сантиметр присутствует. Внизу просто он не нужен, потому что мы никуда втачивать воротник не будем. Мы будем рассматривать разные варианты обработки. Здесь двойная оконтовка, а здесь кант выкладывается. Что-то чисто внешне будет похоже на Светлане на изделие, когда она тесьмой отделывала. Но не везде тесьму можно выложить. И нужно знать, как работает косой бейкой. Это же чаще всего работают с косой бейкой. Тесьму невозможно припосадить или далеко не любую, так скажем, можно припосадить. Здесь, соответственно, складываете лицо с лицом в детали и прокладываете по контуру силки. Нам даже середина не нужна, потому что мы никуда не втачиваем. Никаких марок нет, так как мы данный воротник никуда не втачиваем. Две детали. И плюс тоже написано косая бейка шириной 3-4 см. Длина отлета плюс 10 см. Вот эти воротники лучше выкраивать тоже из хлопчат бумажной ткани, из той же бязи, например. К следующему разу вы должны будете их наколоть на ткань. Что делаем сейчас? Ну, я у всех проверила выкрики, кто-то не достроил воротники. И хочу сказать несколько слов о деталях кроя. В принципе, так как вы уже строили подобный образец из плотной ткани, вы все должны помнить. Но я понимаю, что должны... Ключевое слово, да? Не значит помним. Поэтому я напоминаю вам про лосось. Все равно без меня никто ничего не вырезает. Значит, давайте посмотрим. Вот у нас спинка. Естественно, здесь у нас сгиб. Верхние плота из ткани можно выполнить швак. Я вам еще на первом курсе об этом говорила. Но вы сразу стачиваете ткань. Запас шва здесь как исключение для образца сантиметра. Просто дюшку среза обметать. То есть все, как будто бы его и не было, этого шва. Дальше. По горловине запас нашел какой? Кто помнит? Один-полтора. Один-полтора. По плечу два сантиметра. Надстройку вот эту не забываем. Дальше. Здесь можно давать вот эту надстройку. Можно не давать, если ткани не хватает. Вообще, по всем правилам, конечно, вы должны ее давать. Но, если, например, вы можете уложить детали таким образом, что здесь кромки, естественно, вот по прямой кромка проходит, конечно, вы тогда никакую надстройку не выполняете. Но если на эту мы еще можем закрыть глаза, так как это образец, то вот это, это грубейшая ошибка. Самое главное, что вы потом об изделии про нее забываете. Вот прям по третий курс исключительно. Больше кто-то делает везде и всюду. Только зачастую это везде и всюду не соответствует тому, что необходимо действительно. То есть, например, могут сделать, вот делают вот так надстройку. Мы сделали большую, но она не нужна. Там, где она нужна, вы ее не сделали. Еще раз для всех напоминаю, каким же образом вообще определить, где нужна надстройка и как она должна выглядеть, что вы делаете. Вот вы понимаете, уже знаете грамотно, что запас плечевого шва разусюживается. Значит, вот этот запас пойдет вот сюда. И вот относительно линии плеча вы его зеркально должны повторить. То есть, вот у вас получается, если вы сделаете по прямой зеркально, то вам здесь не хватит как раз вот этой вот надстройки. Вот везде, каждую линию продумываете, где какие запасы на швы. Естественно, чем больше запас на швы, я вам в своих изделиях говорю, по 4 см брать. Конечно, большая ширина и, соответственно, большая получается надстройка. Но много не мало, потом срежете. Дальше. То, что касается воротника. Вот неважно, там какую форму, здесь или воротника. И сплотно, все речь идет о плотной ткани. Но спинка понятная для одного, для второго образца одинаково. Здесь что у нас получается? Запасы на швы по одному сантиметру. По линии втачивания сантиметра полтора. Сантиметра полтора. Что мы можем сказать про надстройки? Вот давайте подумаем. Здесь мы запасы на швы будем подрезать. Они нам не нужны, они уходят вовнутрь. А где они нужны? Собственно говоря, вот здесь. Вот. Вот здесь по продолжению. Потому что вы туда вовнутрь отогнете, а здесь идет подъем. То есть вот каждую линию просматриваете, продумываете. Дальше. То, что касается полочки. Опять же, здесь желательно сделать надстройку. По горловине надстройка должна быть. Дальше, в принципе, без надстройок по контуру. Причем, обращаю ваше внимание, на спинке мы и в прошлом году не делали никакого запаса на шок внизу. Она может быть достаточно коротенькая. Максимум до линии груди. Больше не нужно скануть ткань. Даже носить меньше сюда. Чем больше ткани, тем тяжелее, соответственно, ваши сумки. Поэтому спинку покороче. Полочку оставляйте такой длины. Но мы уже не будем рассматривать, как обрабатывать низ. Потому что везде обрабатывается одинаково. Поэтому здесь запас на шок не нужен. То у нас получается здесь 2, здесь 1,5, здесь сантиметра вполне достаточно. Ну и... А эта спинка, извините, для двух образцов такая же? Что? Почему? По лимонию груди. Спинка. Спинка, да? Значит, это мы один образец рассмотрели. С плотным воротником. И с плотной тканью, вернее. С точным воротником. Теперь накройным воротником спинка. Все то же самое. Полочка. Вот полочка. Здесь 1 сантиметр запас на шок. 1 сантиметр запас на шок. По плечу 2 сантиметра запас на шок. По линии втачивания воротника в горловину, ну, полтора возьмите сантиметра. Значит, что получается? Вот здесь вот у нас идет запас на шок. Здесь никаких надстроек нет. Вот сюда только надстройка. Здесь тоже никаких надстроек нет. Что я вам сразу советую? Вот по этой линии, посередине воротника, как в подборте, так и в изделии, силки не прокладывать, а сразу проложить наметку. Потому что вы потом по этой линии сразу скачаете. Не нужно лишнюю работу выполнять. Вот здесь вот проложить наметку сразу. Дальше. Вот у вас идет подбор. Все абсолютно то же самое, только вот здесь, но и втяжке. Это вы уже знаете. Отличная подборка. И как мы его всегда обрабатываем, косые стежки, закрепляющие стежки. Здесь то же самое. Вот он у вас подбор. Здесь большая часть выполнила фигурный подбор. Почему здесь нежелательно фигурный? Вот смотрите, у вас идет там вот линия перегиба воротника. И если вы здесь делаете, как правило, фигурный, то потом, когда воротник перегивается, вот на этом уровне, очень маленькая ширина подборка. И она может в изделии в будущем вылезать. То есть вы должны смотреть, что у вас получается. Вот если линия перегиба проходит вот здесь, и большое расстояние, ну пожалуйста, сделайте с уступом. Если такой вариант получается, такая форма горловины и так далее, что расстояние получается маленьким, лучше сделать попрямую. Опять же, как вот этот уступ, где мы его определяем? В разных изделиях по-разному. Где-то, вот у нас идет линия плечевого пояса, линия груди, линия талии. Значит, линия груди, талии. Вот бывает так, что откладываем, ну по плечу, естественно, всегда 3-4 см, либо по груди 6-8, либо по линии талии 6-8, но у нас же еще дальше есть, там, линия бедер, еще линия низа. То есть смотрите на изделие, как лучше выполнять подборт. Либо сюда подвести и дальше будет прямая, либо сюда подвести и дальше прямая. Но здесь в углах, естественно, осноровку выполнять. В зависимости от того, что будет перегибаться и что у вас там остается от подборта. То есть перестраховаться, чтобы подбор не вылезал в будущем, не выворачивался на лицевую сторону изделия. Итак, девочки, какое будет домашнее задание, чуть позже мы запишем. Сейчас те, кто наколол детали, отрисовывайте запасы на швы, но сначала давайте поговорим о мерках. То, что вы сегодня вот пробовали снимать. Значит, во-первых, поднимите руку. Есть те, у кого, кто все посчитал и все зашлось. У меня у одного человека пока. Но вообще считается плюс-минус сантиметр. Горбул он же допускается. Да, я всегда вывожу вам все в ноль, подгоняю. Но, в принципе, в литературе, так как вы впервые снимали, да, плюс-минус сантиметр погрешность возможная. Давайте сделаем следующим образом. Вот с кого я сегодня снимала мерки. Давайте то, что я сняла мерки. И кто с Наташей снимал, давайте эти величины. Это то, что я снимала. Кто еще снимал с Наташей? Так, где вот то, что с Наташей? А это вот, это только я снимала, да? Да, точно. Ну все, давайте хотя бы вот сейчас двоим. Итак, давайте посмотрим. Вот Светлана и Алина снимали мерки с Наташей. Значит, вот смотрим сразу. Полок под шеей. Моя мерка 19,5. У Света 18,75. У Алины 17,25. Шею кулей на глазах, да? Значит, о чем это говорит? Мне сложно сказать, допущена ошибка или нет. Почему? Потому что у Наташи, например, достаточно большой наклон плеча. И что в таких случаях мы делаем? Заведомо, если только не проектируется воротник-стойка. Всегда это оговариваем. Заведомо, я говорила, нужно расширить горловину. Соответственно, если совсем снимать по основанию шеи, то величина будет меньше. То есть, что планировал человек, да? То есть, здесь сложно. Я не могу однозначно сказать, что здесь была допущена ошибка. Дальше. Вот полуобхват груди первого измерения. У меня 44, у Светланы 43, а у Алины 45. То есть, плюс-минус сантиметр. Возможно это? Возможно. Вот если была бы в несколько сантиметров погрешность. Да. Но почему возможно? Это нужно дальше анализировать все мерки. Кто-то снимает более плотно, кто-то более свободно. Я об этом говорила. Понятие плотности у каждого свое. Может быть, Светлана все более плотно мерки снимала? На шею как заболыла все. А Алина может быть более свободно снимает мерки. Дальше вот в сравнении со следующей меркой мы сейчас и посмотрим. СД-1, СД-2, простите, у меня 51 сантиметр. У Светланы 52 сантиметра. Значит, уже возникает вопрос. Такого не может быть, чтобы у нее мерка СД-1 была больше моей на сантиметр, а мерка СД-2 была меньше моей. Ой, нет, простите, СД-2. Ой, нет, у вас и то, и другое больше. Нет. Меньше СД-1 на сантиметр, а СД-2 больше почти на 2 сантиметра. На 1,75. Значит, о чем это говорит? Либо она, опять же, надо дальше анализировать, либо она первую мерку слишком затянула, либо она вторую слишком ослабила. Или же, что еще может быть? Не учла, например, низкоопущенную грудь, да? То есть сняла, ну, что называется, поломанной. А надо бы повыше, примерно горизонтально, учитывая выпуклость в груди. Но это, правда, Наташа не имеет никакого отношения. Значит, все-таки, либо одну затянула, вторую слишком свободно сняла. Еще что может быть? Какая может быть допущенная ошибка? На этом этапе, вот первую мерку сняла, допустим, и, может быть, не проконтролировала сзади натяжение сантиметровой ленты. Она, может быть, немножко провисла, когда руки опустила. Помните, я вам говорила? Я даже некоторым из вас, как я говорю, одну ручку поднимите, чтобы подтянуть сантиметр. А процесс для вас еще пока очень длительный. А вторую мерку уже 10 раз там все подвигались. И одна, и вторая, кто снимает, с кого снимают, там заглянули в тетрадку туда-сюда. Вот. И вторая мерка оказалась поплотнее. А что у нас у Алины? А у Алины 50 с половиной. Вот тоже получается мерка СГ-1 на сантиметр больше моей, а мерка СГ-2 на полсантиметра меньше. Значит, опять же, ощущение вот этой плотности, да, где-то, скорее всего, было нарушено. Талия, смотрим, у меня 39, у Светланы 38,75, у Алины 40,75. Опять же, это не значит, что там худел поправилось вдруг, а местоположение резинки. Потому что в талии сложно ошибиться. Но бывает такое, что некоторые фигуры, как я говорю, более мягкие, некоторые более плотное тело имеют, да? Да, вот там, где более мягкие, вот иногда там в пределах, ну, может быть, даже сантиметра иногда возможно погонять. Вот не знаешь даже, какую плотность делать. Но вы для себя всегда сразу отмечаете, ведь будет еще прибавка, можно откорректировать прибавку. То есть нужно стараться снимать все мерки с одинаковой плотностью. То есть должен быть вот этот баланс. Для этого, конечно, нужно набить руку. Вот все, с кого я снимала мерки, все мне сегодня сказали, несмотря ни на что, да, сказали, что, ой, а вы плотнее, чем девочки снимали. А уж не такая разница, то есть я не затянула, да? Тем не менее, у кого-то есть даже величина меньше, чем та, которую получила я. Дальше смотрим. Ширина груди, это половка бедер. У меня 53,5, у Светланы 53,5, у Алины 53,5. А знаете почему? А потому что мы не снимали, как написано в конспекте, а все уже привыкли, высвобождая сантиметровую ленту, опускать. И вот здесь, наверное, то есть здесь, ну, опять же, сложнее ошибиться, да, не нужно ничего затягивать. Она либо не спускается, либо спускается, куда-то не падала. Вот поэтому эта мерка приближена у всех, вернее, у всех получилась одинаковая. Ширина груди 16,5, у Светланы 14,5, у Алины 15,25. Опять же, нельзя сказать, что кто-то неправильно снял. Нужно сразу что посмотреть? Ширина спины. У меня, еще раз, прям ширина груди, ширина спины называю. 16,5, у Алины 18, у Светланы 14,75, у Алины 18,3. То есть, меньше ширина груди, относительно моей, но больше ширина спины. То есть, чуть лечь по другому роду, а правда, все равно, если все правильно, в идеале, то сумма-то должна быть одинаковой, да. У Алины, сейчас, сейчас, ширина груди 15,25, ширина спины 18,5. Вот у Алины ближе к истине, у Светланы немножко ширина груди, скорее всего, заниженная величина. Но, снимая эти мерки, о чем я вам говорила, вот ширина груди, ее можно снять, ну, как она снимается, между вертикальными, мысленно проведенными вверх, да, от передних углов подмышечных впадин. Иногда получается, ну, уровень этих углов, что прям между углами. Но, снимая эту мерку, что мы учитываем? Мы смотрим, насколько низко опущена грудь. Если грудь, может быть, и маленькая, но низко опущена, что будет происходить? То есть, длина выточки увеличивается. Соответственно, на этом уровне возникнет какая-то величина раствора. И когда вы эту выточку закроете, что с шириной-то произойдет? Как я всегда говорю, выточка съела ширина груди, да, то есть, вот здесь, потом, на макете, будет узко, захочется добавить. Или, и вы видите, что большой размер груди, значит, опять же, сразу думаем о чем. Раствор выточки большой, и будет тот же самый изъян в результате на изделии. Очень узкая будет полочка. Значит, зная это, заведомо, сразу снимайте эту мерку чуть больше, в пределах сантиметра. Вот чуть выходите за пределы. Или на спинке. Вот я сейчас не помню, у кого сегодня я снимала мерки. Явно на спинке вот прям, ну, очень широкая спинка. И углы прям выходят, вот как раз у вас, по-моему, с одной стороны, на правой ручке угол уходит в сторону, на руку. А на левой остается прямой, ну, или почти, с небольшим отклонением. Значит, получается, что я как бы вот этот угол развернула. Мне не нужно, чтобы пройма вот сюда уходила, да. Я смотрю, а где будет втачиваться рукав, так, чтобы это было красиво. Потому что именно там будет находиться точка касания на рукаве. То есть, понимаете, вот эти вот цифры, ну, как сказать, не так просто снимать мерки. Почему? Потому что вы должны не просто что увидели, то написать, да, а уже вперед думать, что получится в основе. А для этого, безусловно, нужен какой-то опыт, нужна какая-то практика. Конечно, у нас нет такой возможности, чтобы вы сняли мерки и делили эту основу до конца. Как минимум, построили основу, померили макет, хотя бы, не говоря уже о том, что отшивать изделие. Вот, но, в принципе, для себя, вот, если есть такая возможность, ведь можно даже среди учащихся, вот, среди ваших сокурсниц. Давай-ка я с тебя попробую снять мерки, там, не надо со всех. Вот, с одной, снять мерки и попробую на тебя построить основу, померить макет. Потому что среди близких бывает это достаточно сложно сделать. Кто-то вообще этого не понимает, не воспринимает, а буду я еще тебе тут стоять. У кого-то вообще, что называется, под рукой никого нет, нужно куда-то ехать, там, к маме, к бабушке и так далее, да. Потом нужно опять встречаться, чтобы там померить макет, или что-то переснять, или посмотреть на фигуру. А здесь у вас такая возможность есть. Вот я искренне вам советую, даже если каждый из вас в течение года, например, снимет со всех мерки и померяет макет, это уже будет определенный опыт. А самое главное, что вы всегда еще можете подойти ко мне, да, и я могу вас проконсультировать. Потому что очень часто, девочки, бывает так, что вы с кого-то снимаете мерки, там, подружка попросила шить, мама попросила, приносите мерки и основу. Я не могу ее проверить, я не вижу фигуры. У меня сразу чаще всего возникают вопросы. То есть вот по формулам, конечно, могу проверить, но я не могу. Вы же приходите, что называется, за помощью, чтобы кто-то проконтролировал, а я не могу дать гарантию, что это будет верно. Поэтому, если вот есть желание, попробуйте хотя бы с нескольких человек снять мерки, померить макеты. У нас даже педагоги, наши педагоги, кто вот приходит, им нужно же с чего-то начинать. И было бы неправильным, если бы мы отправили сразу в группу, снимай мерки, что там наснимаешь, что они тебе нашьют, да. Поэтому со всех вот педагогов, кого-то еще тренируется, обязательно в учебной части, со всех сотрудников, с педагогов, с кого возможно, снимают мерки, строят основы, проверяют на макетах. Нужно с чего-то начинать, нужно от чего-то отталкиваться. Дальше. Ну, длина рукава, обхват плеча, это я все опускаю, тем более, что здесь все одинаковые величины, почти. А вот ширина плеча, интересно, давайте посмотрим. 12, 12,5 и 13,5. Все закономерно. Почему? Потому что, сразу анализ, да, в первую мерку заглядываем. 19,5, соответственно, у меня меньше, раз у меня самая большая была мерка полуобхвата шеи, значит, будет самая маленькая мерка ширины плеча.